Год назад последний американский самолет покинул Кабул, и с тех пор страна не выходит из экономического кризиса. Афганистан отрезан от мировой банковской системы. В стране отмечен резкий рост инфляции. По данным ООН, здесь голодают и недоедают около 20 миллионов человек, половина всего населения, включая миллион детей. Помимо этого, пришедшие к власти талибы запрещают женщинам работать и учиться. Эта ситуация обсуждалась на заседании Совета Безопасности ООН. Весьма скромные успехи, которых добилась страна в деле защиты прав женщин, были быстро сведены на нет. Прошло уже больше года, с тех пор, как афганские женщины-подростки в последний раз заходили в школьные классы. В 21 веке не требуется объяснять, почему образование девочек и расширение прав и возможностей женщин важны для них, для их поселений, для их стран и для всех нас. Нищета толкает многих на отчаянные шаги. Отец этой девочки был вынужден отдать замуж свою 13-летнюю дочь, поскольку не мог иначе расплатиться с долгами и прокормить семью. «Девочка очень зла на меня с того дня, как это случилось. Она здоровается со мной из уважения к отцу, но без тепла. Ничего не делает для меня. Я знаю, что виноват». «Девочка говорит, что ей не понравился будущий муж. «Будь он мудрым человеком, никогда не попросил бы моего отца об этом. Не думаю, что он позволит мне учиться». «Талибы празднуют годовщину пребывания у власти. Между тем, легитимность их правительства до сих пор не признала ни одна страна». «Малюту!» «Малюту!»